Колькость травм возрастает вдвоя. Вось неумольная статистика каникулы. Не выключение и могилёш, но только за червень у областный детячий травмпункт завернулись больше за 1600 детей с розными травмами. Велосипедные, роликовые, синдром нырцов, падение звук, покусы живёлами. Урачи в жарговый раз не проминают нагадывать батькам про меры перостяроги. Областным детячим травмпункте летом николи не бывает пусто. Для урачов каникулы горячая пора. Дети мкнутся тримать веды, так бы мовить про особистые доследования и часу на эксперименты шмат. И я упал. Откуда ты упал, расскажи всем. Из тела. Вот споткнулся и что? И упал. Первый стекло, но быстро поднялся. Не бойся, ручкой не дёргай, хорошо. Я заходила за подросткой и у меня начали собаку кусать. А большая собака была? Да. Ксюша примает терабичную вакцину для профилактики. Некольки уколов. Собака была чужая. А лишь такую ситуацию можно трапить и со своим хатным любимцем, говорить медики. Меня укусила собака. Я хотела палочку взять. Он вот так дёргнул сильно, потом взял меня за плечо и начал меня кусать. Укушенный ежедневно к нам обращается 2-3 человека. На выходные может доходить до 5. Валера Яндорала обыходит своих пациентов. У Алены так званая велосипедная травма. И таких областным детяшим травм в пункте 5-8 что дня. А с кем ты ехала? С дедом. И ты сидела где? Впереди. И как ты так ножку? Колесо ставила. Мы называем велосипедными травмами. Когда родители или дедушки, бабушки везут детей. Чаще всего на заднем сидении велосипеда. И ребёнок первое время контролирует положение своих ножек. Но потом, естественно, он устаёт, опускает ножки и стопы попадают в спицы колеса велосипеда. Конечно, возникнению травм сприяют и психологичные особливости детей. Допытливость, рухомость, эмоцийность. Але часто недагляд дорослых – головная причина детячего травматизму. По статисты, что год 8 детей с травмированных отрымовывают инвалидность. Катярына Градницкая, Віталь Вопсю, Новины, Регион.